Мулан Скучилась по тебе, но как ты тут оказалась? Скажи спасибо своему дружку, он меня подвез. Вы знакомы? Нет, она просто ловилась к тебе в старую квартиру, и я предложил ей ее подвезти. И она согласилась. Ну понятно. Ладно, девушки, болтайте, может быть вам чай сделать? Да, Мить, давай. Будешь чай? Буду. Ну ладно, хорошо, сейчас сделаю. Тиффани, ты куртку сними, у нас там вешалка есть, а то тебе жарко, наверное. Ах, да, хорошо, сейчас. Все. Какой дом у вас роскошный вообще. Да дом это мелочи, главное, что у нас отношения с Митенькой роскошные. Ах, да, Мулан, насчет Мити. Я хочу тебе рассказать кое-что, и наверное тебе это не очень понравится. В смысле, Тифф, я тебя не понимаю. Когда я пришла к тебе, твой Митя меня поцеловал. А еще, когда мы с ним ехали, он посылал вас ждустные поцелуи к каким-то левым девочкам. Они еще такие, типа, бегали за ними, он мне так рассказал. В общем, бабник он, Мулан. Мне тебя очень жаль, но он на самом деле бабник. Что? Да, Мулан, я как лучше тебе хочу, чтобы ты делала для себя выводы. Просто по нему видно, что он бабник. Аферист. Перед тобой играет такого миленького, добренького, а на самом деле он бабник. Да как ты смеешь? Что? В смысле, Мулан, я тебе рассказываю все как есть, я не вру, правда. Я хочу просто, просто рассказать тебе об этом, потому что просто попробуй поговорить с ним. Может быть он больше не будет к девочкам всяким приставать. Я тебе это говорю, просто чтобы ты задумалась, что он вообще говно, а не парень. Да так как ты смеешь, подруга называется, зачем ты такое наговариваешь на Митю? Милая, что случилось? Почему ты кричишь? Митенька, знаешь что, эта аферистка говорит, типа, что ты ее целовал и что ты посылал воздушные поцелуи каким-то левым девочкам на улице. Это ведь не правда, да, Митенька? Это ведь не правда? Нет, конечно, тебе должно быть стыдно за ложь. Что? О, Мулан, не верь ему, кому ты веришь больше, своей подруге, с которой ты продружила уже 10 лет, или этому парню, с которым ты знакома только месяц? Как ни странно, я верю своему парню, потому что, так понятно, увидела богатенького, симпатичного и сразу захотела увезти его от меня. Я-то знала, что ты всегда хотела, чтобы я казалась на твоем фоне какой-то нищенкой, сама постоянно такие гламурные украшения носила, да? А сейчас я стала такой же богатой, как ты, и ты сразу начала у меня все это отнимать, да как тебе не стыдно? Что ты несешь? Ты хоть понимаешь, что ты несешь? Я все ради тебя делала, я наоборот хотела, чтобы ты тоже выглядела так же гламурно, как я. А ты, аферист, еще за все ответишь, понял меня? Я тебя выведу на чистую воду, урод! О боже мой, какой кошмар, Мулан, боже мой, с кем ты дружишь? Я ни от нее такого не ожидал. Убирайся к черту отсюда, и чтобы я тебя больше здесь не видела, и вообще жоп, ты больше никогда мне на глаза не попадалась. Да уж, Мулан, этот парень здорово тебя изменил. А ну пошла вон, стерва, отсюда, чтобы я тебя больше здесь не видела. Ну и пойду, а ты, Мулан, еще триста раз пожалеешь о том, что ты сказала мне. Ты хоть понимаешь, как ты меня сейчас обижаешь, что ты мне говоришь? Знаешь что, а ну пошла вон отсюда, честное слово. Ты вообще заткнись, я вообще тебя не спрашивала. Да как ты смеешь? Пошла вон, стерва. Да пожалуйста, будьте счастливы, только он тебя скоро бросит, поиграет с тобой и бросит. Слушай, вот наглая, вообще. Ну да, я в шоке, если честно. Больше не дружи с ней, хорошо? Да-да, Митенька, конечно, я больше ее к себе не подпущу никогда. Ну ты ведь со мной не ради денег, верно? Нет, конечно, Митенька, конечно нет. Мне твои деньги, если честно, вообще не нужны. Я ей так сказала специально, потому что она постоянно передо мной хвасталась. Я люблю тебя, Митенька. Ну тогда я спокоен. Слушай, у меня есть идея. А давай сегодня проведем этот день вместе. Я приготовлю прикольный ужин, вкусненький. Мы с тобой посидим, побесимся. Как ты на это смотришь? Ой, дорогая, ты прости, я сегодня не смогу с тобой, с тобой побыть. Меня с работы отпустили только на обед, и сейчас... О, как раз мне уже пора ехать, осталось всего лишь 15 минут. Ты прости, пожалуйста. Давай сегодня с работы опрошусь пораньше, и мы с тобой все это проведем вечером. Эх, ну ладно, Митенька, хорошо, раз у тебя там работа. Ты ведь стараешься, верно? Конечно, я стараюсь для нашей будущей семьи. Ну ладно, езжай, а то опоздаешь. Пока, я тебя люблю. И я тебя. Я такой хороший парень. И я никак не пыталась ожидать это от своей подруги. Как она вообще смеет, я не понимаю. Еще и так сыграла. Вообще, прям не отличить от правды и от лжи. Какой кошмар. Ну да ладно, пошла она. Мне и без нее нормально. Ну и что мне теперь веселье провести дома одной? О, придумала. А поеду-ка я в магазин, куплю что-нибудь вкусненькое, как раз сделаю ужин. Для меня и для Митеньки. Точно, хорошая идея. Как раз и развеюсь, подышу свежим воздухом. Кэфер, ну ты совсем тормоз. А, а, че, где, а? А-а-а! Дошло, наконец. Ну че? Слушай, Кэф, я вот че хотел сделать. Слушай, а давай-ка в моем доме сегодня зафигачим вечеринку с бабами, а? О, Митя, опять бабы. Может так устроим, чисто пацанячие? Эх, Кэфер, если б ты знал, как меня задолбала эта дура, которая сейчас живет в квартире. Я с ней живу. Вечно она, блин, мне нервы мутузит. Я уже хочу нормально, блин, потусить с нормальными бабами. А чем тебя Мулан не устраивает? Ты понимаешь, она меня просто достала, я ее убить готов. Ха-ха, так скажи ей об этом. Не, не надо. Ха-ха, пусть мучается, она меня любит. Ну ладно. Ну так че, ты согласен за вечеринку? Ай, естественно, че, пойдем хавчика закупимся? Да погнали. Пойду, пожалуй, век. Да, да, это же этот, как его там, Митя Мазайкин, да, местный бабник. Ха-ха-ха. А ты хоть знаешь, что он сегодня устраивает вечеринку с бабами? Че, реально, пойдем сходим? Да, я как раз хотела тебе предложить. Че за Митя Мазайкин? А, девочка, а ты знала, что послушивать нехорошо? Так получилось. Вы сейчас говорили о парне, о черном коте таком, да? А тебе вообще какое дело, о ком мы говорим? Ага. Ну вообще-то, вы, наверное, что-то попутали. Вообще-то, я его девушка. И мы живем вместе в одной квартире. Что? Это правда ты? А как там тебя... Мулан, да, по-моему? А-ха-ха-ха. О, Боже мой, я не могу. Если б ты знала, девочка, что он у тебя там рассказывает. А-ха-ха-ха. Да как вы смеете? Это все неправда. А-ха-ха. Слушай, а помнишь, как он засос оставил на моей щеке? Ах, точно. А-ха-ха. 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 Дёк, мы с тобой короли и тусы. Эй, ты цел, челуешь моего парня? Это мой парень. Успокойся, дорогая. Вот и мой. О-о-о. Слушай, а ты меня любишь? Ну, конечно. Да, она типа такая тупая. Сегодня подошла, начала орать, какать. Да, вообще тупая какая-то. Навки, ему такая нужна. Вообще, она ему вообще не подходит. А-ха-ха-ха. А я ему раньше говорила, Навки, ему такая нежно-то нужна. Да, она любит? Твоя любимая сдохла, по-моему. А-ха-ха. Ты сейчас получишь. Угу. Девчонки, вы без меня не скучали? А-а-а. Мик, конечно, не скучай. Идите сюда, я вас обниму, мои хорошие. Мы тебя очень-очень любим. Пойдёмте-ка, мои хорошие, отойдём с вами. Митенька, мы тебя очень-очень любим. Да, мы твои любимые. Ты, мои хорошие, пойдёмте, отойдём с вами. Пойдёмте. Пусть тут без нас потусят, а мы сейчас с вами сами потусим. А-ха. Митя. Ага, обожаю своих баб. А твои бабы тебя обожают. А-ха. А-ха. Блин, что нас кидали? Уберите это всё. А что мы тут, блин, это... Свинюшек развели, коктейль разлили. А-а. А-а. А-а-а. Нам будет неудобно с тобой, да? Ну, разумеется. Всё, ребят, давайте к чёрту капчейк, давайте веселиться. У-у-у-у. Да, давайте я. Я тебя люблю. Когда я тебя встретил первый раз, я влюбился с первого взгляда. О, Дэйв, я тебя люблю. А-а-а. А-а-а. Э-э, ты меня раздавишь, если ляжешь на меня. А-ха-ха. Конечно, ведь ты ниже меня в два раза. А-а-а. Я люблю. К чёрту иду. К чёрту всё. Давайте веселиться. У-у-у. Пойдём тут потанцуем. А-ха. Пойдём. А-а-а. Зачем так бесконечно долго ночь длится? Одна. Совсем. От этой боли не могу скрыться. Я распахну на стежок на, чтобы ветер ворвался. Ветер ворвался. Души разбитые стёкла, по лбам разбросал все. Это всё ревность. Но ты, ожоги, ты здесь степени. Ты просто поверь мне. Пойми. Я не соглашусь от любви. Это всё ревность сама. Я не принадлежу тебе. Это несовершенность меня. Прости я. Всё прощу тебе. Схожу с ума, когда тебя со мною нет рядом. И жду, когда меня коснёшься лишь одним взглядом. Мне без тебя мира мало. Моя слабость и сила. Но ожидание стало просто невыносимым. Это всё ревность. Это всё ревность внутри. Ожоги третьей степени. Ты просто поверь мне. Пойми. Я не соглашу от любви Это всё ревность сама Я не принадлежу себе Да несовершенность меня Прости я Это всё ревность внутри Ожоги третьей степени Ты просто поверь мне Пойми И не соглашу от любви Это всё ревность сама Я не принадлежу себе Да несовершенность меня Прости я Всё прощу тебе Я просто уйду Я просто уйду И ты не заметишь, как я уйду Раз ты мне сменяешь Действительно тебя Так несёт водка Что это я Я так уйду, что ты не заметишь Я уйду И ты не заметишь, как я уйду Прощай О боже Куда Куда я теперь пойду Уже так поздно Вокзалы давно не работают А моя квартира продана Даже пойти никуда С Тиффани поссорилась Боже, что Что мне теперь делать Я не буду ночевать На остановке Есть только один человек К которому я могу пойти А вдруг он меня не узнает Что тогда Всё равно мне больше некуда не идти Вообще Ну здравствуй, Чит Субтитры создавал DimaTorzok